всем привет как дела давно не виделись привет меня попросили недавно записать записать видосик сделать рассказ насчет коронавируса этого и вот этого безумия да то что происходит что самое главное наверно и в общем то я на самом деле не знаю что сказать то есть я вообще какой-то инопланетянин на этот счет то есть вообще не понимаю не вижу разницы в том что происходило и в том что сейчас происходит ну отменяют рейсы ну блокируют там страны ну все ну как бы суть жизни как бы никуда не не убавилась да и в общем то я честно да не знаю что сказать на эту тему потому что мне нужно сначала что-то услышать то есть услышать какой-то вопрос услышать какое-то утверждение и тогда я смогу на этот счет что-то расчехлить вот в общем то в целом как и насчет любой другой ситуации я могу сказать такое что любая любое изменение в жизни в форме жизни в ситуации она влияет только на человека такого у которого есть не свободы как это называется не зрелости не не достатки в том смысле что нет устойчивой целостности по каким-то аспектам ну например у человека стабильная работа стабильная зарплата стабильные расходы и все классно и вдруг происходит ситуация в которой у него там допустим работа теряется или какие-то расходы там медицинские кита счета там еще что-нибудь такое и и если у человека счастье зависит от того кай от количество денег от количества благ и всего такого то эта ситуация это изменение на него повлияет если у человека счастье вообще его внутренняя гармония не зависит от количества денег материальных благ и так далее всего что на них можно купить на деньги то у него вообще ничего не поменяется то есть у него как бы и исчезла и сейчас там доход есть честный достаток у него при этом никакой не будет оценки что изменилось что-то то есть это изменение но чисто субъективное с точки зрения что деньги это ценность но ценностью нас становится только тогда когда мы конечно же можем на него купить счастье то самое причинное условное счастье вот пока условное счастье она как-то вообще котируется туда получается что получается зависимость от фактора который в общем-то не подлежит контролю вот в той ситуации которая сейчас происходит то же самое то есть что есть какой-то вирус который может заразить нас в любой момент любого из нас и что может произойти может произойти потеря здоровья работоспособности физического комфорта и жизни вот соответственно вот если к этим факторам привязанность есть до появляется опасность да ну точнее пропадает иллюзия безопасности с ней иллюзия того что все будет хорошо вот это пропадает появляется беспокойство люди начинают мыть руки под 15 раз в день носить маски дистанцию соблюдать все такое прочее вот то есть чему я вообще это говорю основная основное послание здесь в том что если человек чего-то боится то задача решается не с помощью усилий направленных на то чтобы предотвратить то чего человек боится если человек чего-то боится нужно усилия направить на поиск как бы так сказать на поиск истины то есть усилия направить на то чтобы найти причину этого страха настоящую и найдя эту настоящую причину там всегда есть возможность эту причину устранить вот это в общем то отличает настоящие причины страха от иллюзорных причин страха то есть может казаться что причина страха это наличие этого вируса или там людей которые его создали или людей которые прям хотят нам навредить как-то еще что-то такое и вот как бы надо найти способ всем навалять всех победить всех раз уважить чтобы все было под контролем но это не причина страха не наличие каких-то там этих вирусов вирусов убивающих людей не наличие каких-то людей которые создают эти вирусы или они не создают или еще что-то такое это не причина ни страха не страданий настоящая причина страха это привязанность к каким-то вещам над которыми нет власти которыми нет технической возможности проконтролировать с гарантии сто процентов все как только это так там всегда будет страх вот это то что мне сказать и напишите если вам хочется как бы поработать об этом живьем то да я с удовольствием проведу вебинарчик на котором вы можете позадавать свои вопросы и ну как-то вербализировать вытащить вот что вас беспокоит и я соответственно смогу вас из этого лабиринтика вывести вопросами к осознанию того что к осознанию чего-то да осознанию такому которое поможет перестать беспокоиться первую очередь во вторых но не первую это во вторую в первую очередь происходит осознание настоящего смысла жизни в каком-то аспекте то есть кажется что цель жизни это там заботиться о качестве формы жизни как-то ее улучшать как-то способствовать ее комфортности и так далее но там как бы нет гарантии все все старания могут пропасть пустую просто вот так все то есть там энерго вложение они очень не эффективны то что ты же очень они просто все неэффективные 0 эффективности потому что все эти усилия никак не приближает человека настоящие его цели так что да пишите если наберется какое-то количество желающих по пообщаться на эту тему по исследовать этот вопрос то ближайшие дни может завтра мы с вами это сделаем вот на этом все спасибо за внимание вопросы и вообще да если есть вопросы пишите мне лично в сети соцсети либо в комментариях где-то видео и я постараюсь найти вот такой вот минутку где-то присесть рядом с кими-то такими каменными чуваками перерывы между вот да вот этими чудо никами заботы о них и все такое и записать какое-нибудь вам послание ну все я пошел сегодня у нас три месяца кота моему сыночку пока